В Тирасполе подвели итоги программы, цель которой повысить грамотность общества в области прав человека. 24 активиста, работающие с разными уязвимыми группами населения Левого берега Днестра, завершили обучение в программе по наращиванию потенциала в области продвижения прав человека. Участники на протяжении 12 месяцев получали знания и навыки и успешно прошли финальное тестирование. Организаторами мероприятия выступил Офис ООН по правам человека в Молдове в рамках совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемой Швецией. Подводя итоги трехэтапной программы, советник ООН по правам человека Беа Ференци отметила, что для того, чтобы отстаивать свои права, надо сначала их узнать, а люди из уязвимых групп должны участвовать в процессе разработки политик и мер, направленных на удовлетворение и реализацию их потребностей. Я считаю, что вот эти люди, которые участвовали в нашей программе, они станут именно теми людьми, которые будут обучать, преподавать и отстаивать права всех групп, с которыми они работают, для того, чтобы улучшить положение каждого человека. И поэтому задача нашей программы была в том, чтобы подготовить людей, которые будут в дальнейшем сами обучать, преподавать, говорить людям и разъяснять, в чём заключаются их права, как их можно отстаивать, как их можно расширять в дальнейшем, чтобы всё общество в целом могло развиваться в более интенсивном темпе. Подводя итоги программы, координатор Юлиана Абрамова напомнила, что было проведено более 30 мероприятий в области обучения правам человека. Это тренинги, информационные сессии, заседания тематических рабочих групп, а также поездки по обмену опытом в организации гражданского общества с обоих берегов Днестра. Первыми результатами программы стала разработка пяти адвокационных действий в области прав людей. Эта программа носила не только какой-то теоретический аспект, у участников была конкретная возможность посмотреть на проблемы разных уязвимых групп. Это и женщины, пережившие насилие, и люди, живущие с ВИЧ, это и люди с ограниченными возможностями, и Рома. Была возможность посмотреть на какие есть проблемы и что можно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию с уязвимыми группами на левом берегу Днестра. И наши участники сначала прошли общий, скажем так, теоретический блок вопросов в рамках первого этапа программы, где они узнали, что такое международные стандарты. И в рамках второго этапа они уже подумали, каким образом они могут быть полезны представителям уязвимых групп, с которыми они работают. Оценивая результаты, хочу поделиться несколькими цифрами. Во-первых, мы увидели прогресс в знаниях участников, возрос на 30%. На 30% в комплексе стали лучше знания. Это мы сумели оценить благодаря тому, что вначале проводилось срез знаний участников, и в конце на такие же вопросы участники отвечали. Более того, это не планировалось изначально, но участники на протяжении 12 месяцев, как проводилась программа, они уже начали применять свои знания в работе с бенефициарами. Например, некоторые проводили юридические консультации, помогали составлять заявления. Некоторые писали от имени организации обращения для того, чтобы приблизить действующую практику и регулятивные нормы к международным стандартам. Получали ответы на них, думали, что с этими ответами делать. Из четырех групп, которые принимали участие в программе, я бы хотела отметить тематическую группу, которая работала с ромами. Ромы раньше не участвовали в деятельности общественных объединений. Может, кто-то по воле души помогал на добровольных началах, помогал в сборе гуманитарной помощи. А тут для них было абсолютно все новое. То есть мы посмотрели, например, на право здоровья со стороны доступности, наличия медицинских услуг, качество предоставления этих медицинских услуг. И для них это было действительно открытие после того, как они прошли общий первый этап программы. Они сказали, мы сразу начали людям абсолютно по-другому объяснять с точки зрения того, что, может быть, иногда к ромам дискриминационно относятся, как можно защитить свои права. И главный принцип нашей программы – для того, чтобы защищать и бороться за свои права, их нужно узнать. Наша программа была построена таким образом, чтобы помочь людям узнать свои права не как что-то абстрактное, а как практически их можно применить в деле. Представители НПО «Левого берега Днестра», волонтеры, активисты и бенефициары программ из организаций гражданского общества получают сегодня не просто дипломы, а в первую очередь фундаментальные знания, основанные на международных стандартах прав человека. На их основании они смогут изменить отношение к представителям уязвимых групп, а также смогут планировать свою деятельность для внесения вклада в дело уважения, защиты и осуществления прав человека уязвимых групп на основе правозащитного подхода. Права человека, они, конечно, закреплены в нашей Конституции и в наших нормативно-правовых актах, законах различных, но насколько они соответствуют международным стандартам, и насколько они соответствуют конвенции, конкретно конвенции по правам людей с ограниченными возможностями, тут уже благодаря вот этой программе можно сделать какой-то для себя анализ. В рамках программы, в которой я участвовал для тренеров, мы посещали службы, которые работают на правом берегу, то есть и есть уже определенный опыт, у нас это только внедряется, только рассматривается, как бы это внедрить. Ну, конечно, на правом берегу есть какие-то достижения, там были изменены законы о социальной защите людей с ограниченными возможностями, там есть закон об интеграции людей с ограниченными возможностями, об их профессиональном образовании, об инклюзии, вот, ну, у нас это пока только начинается, наверное. Я надеюсь, что она наберет обороты, и наши люди, которые имеют особенности, ну, обретут больше прав, смогут больше себя реализовать. От равного к равному – одна из более 30 организаций с обоих берегов Днестра, узнавшая больше о правах человека и услугах, которым должны иметь доступ представители уязвимых групп на местном уровне. Наша организация все молодая, и данная программа была одна из первых программ, в которой участвует наша организация. И это был большой опыт, который нам нужен был, потому что при создании организации у нас не было ни опыта, ни знаний. Сейчас, благодаря этой программе, у нас появился необходимый опыт, знания, который мы можем передавать уже другим людям. И еще благодаря, хотелось бы сказать, что благодаря этой программе мы познакомились с многими другими организациями, перенимаем плодотворно их опыт, делимся уже своим. После проведения процедуры награждения участников, выпускники программы прошли обучение в рамках двухдневного тренинга для тренеров по развитию навыков преподавания в области прав человека и правозащитного подхода. Этот тренинг стал первым мероприятием четвертого этапа программы, в рамках которого выпускники разработают программу тренингов, отвечающую потребностям уязвимых групп в своих сообществах, и провести обучающие мероприятия и информационные сессии до июня 2022 года.